Привет! Я Женя Синельников. Профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах. А еще посетил все областные центры Украины. Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы решили не ограничиваться городами и отправиться в большое автомобильное путешествие по морям Украины. В этом выпуске нас ждут курорты Азовского моря. Посмотрим, чем удивит Арабатская стрелка. Протестируем развлечения Бердянска и заглянем на пляжи Донбасса. Да-да, не удивляйтесь, там даже своя Ялта есть. Но это всего лишь точки на карте. А вот чем там заняться и что еще интересного есть рядом, мы будем спрашивать у людей, которых встретим по дороге, но и, конечно же, у интернета. Благо у Киевстар самая большая сеть 4G интернета в Украине. А это значит, что можно прокладывать маршруты, гуглить интересные факты, выкладывать фотографии в соцсети со своего телефона. Четыре джи тягне. У меня с Азовским морем свои особые отношения. Я вырос в Запорожье, а оттуда до Азовских пляжей пара часов езды. Так что это было первое и главное море моего детства. Тихое, теплое и мелкое. Я помню Азовское море таким. Ну что ж, самое время обновить впечатление. Начнем с общей информации. Друзья, нашел в интернете для вас несколько интересных фактов про Азовское море. Итак, факт номер один. Азовское море – самое мелкое море в мире. Его максимальная глубина – 13,5 метров. А еще это самое отдаленное от океана море. Его воды от Атлантики отделяют 4 моря. Черное, Эдыгейское, Мраморное и Средиземное. Без подсказки тяжело. Факт номер три. Невзирая на то, что мы считаем Азовское море маленьким, на его территории с легкостью поместилась бы вся Голландия и Люксембург. Так что не такое уж оно и маленькое. По количеству растительных и животных организмов Азовского моря нет равных на земле. Это потому, что оно мелкое и теплое. Представляете, вода в Азовском море в три раза преснее, чем в любом другом море. То есть ее даже можно пить, так говорят. А еще интересно, что у Азовского моря нет приливов и отливов. Это все из-за того, что оно максимально удалено от Мирового океана. А современное название Азовского моря пошло от арабского словосочетания Бахр-эль-Азов или Темно-синее море. Так, ну что, теорию прослушали, переходим к практическому освоению. Начнем путешествие с арабатской стрелки. Я, кстати, всю жизнь думал, что она арбатская стрелка. А оказалось, что еще есть одна буква А. А-РА-БА-ТСКАЯ. Ну а если проще, мы приехали в Геническ. Ну что, стало уже хорошей традицией начинать знакомство с регионом с общения с местным энтузиастом. Ну здравствуй. Привет. Привет. Ну что, будем палками меряться? Предлагаю не меряться палками, а пройтись на экскурсию. Я двумя руками за. Мы снимаем серьезную программу. Ты нам сейчас насыпешь интересных серьезных фактов, а не этой дурни. С удовольствием. Да? Конечно. Ну понеслась. Пошли. Это специальный морской каяк считается. Сейчас мы подходим к руслу выхода из нашего заливчика. Мы два дня назад расчищали немножко, потому что здесь заилило и было мелковато. И вот мы как раз здесь нашли щепку, в которой вставлена между волокнами была монета из Ольвии. Ориентировочно там рубеж нашей эры. Ребята, если вы не знаете, что такое Ольвия, что это за город и почему он такой прикольный, посмотрите наши предыдущие выпуски. Мы рассказывали монетку круглую или в форме дельфинчика? Нет, она в форме дельфинчика. Знаменитый ольвийский дельфинчик, он так и называется. Обалдеть. Маленькая, вот такого размера, медная. И ты ее сдал в музей? Да, сразу же поехал и сдал. Но это же куча бабла. Почему не на Содлис? Ну, кучу бабла привезут, возможно, тогда лучшие туристы, которые потом приедут посмотреть эту монетку, и им будет что узнать о истории нашего края. Класс. Не хочу. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. А вы с экскурсии? Ну да. А мы только начинаем. Понравилось? Ну, бомба. Да? Чем? Что именно? Во-первых, надо брать вот этого мужчину, он много чего расскажет. За севаж, за червячков и за съедобную травку. Ох ты. Класс. Хорошего отдыха. Прикольный мост, интересный. Да, это наша местная достопримечательность, любимец всех местных жителей, потому что большинство поколений здесь проводило все детское свое лето. Прыгали с этого моста, ныряли, ну и здесь всячески купались. А мост построен был еще в 1900-х годах в Австрии фирмой Wagner Bureau. Она по сей день работает, я нашел даже сайт их, они строят по нынешний день мосты, очень, кстати, похожие по конструкции. Мост сделан без единого сварного шва, собран только на болтах и гайках. Ну вот можешь обратить внимание, смотри сколько их здесь, в тысячи штук. А что здесь делали австрияки? Нет, они построили его у себя и установили в Австрии. Он был в два раза длиннее. А потом, после Второй мировой войны, его как трофей раскрутили, погрузили в составы и увезли в Советский Союз. Увезли его в Беларусь и установили эту часть через реку Орша. Но этот регион, в котором его установили, не выполнил надежд, не оправдал. Их наказали, разобрали у них этот мост, перевезли, поставили его здесь, для того, чтобы добывать на Арабатской стрелке песок, который потом уходил на строительство в том числе крымских здравниц. И вот этот мост был единственный мост на Арабатскую стрелку. То есть получается это мост-путешественник, да? Именно. Который побывал в Австрии, в Беларуси и вот нашел свое пристанище здесь. А получается, его можно сейчас разобрать тоже и перевезти, да? Да. Гаечки, только ВДшкой надо будет пушить. Не знаю, для чего там раньше служил мост, сейчас с него просто ловят рыбу. О, еще один пеленгасик. Это небольшие, видишь, совсем. Хорошо клюют как раз на того червя, которого мы там все ваше видим. Красный червь такой волосатый. Вот на него как бы лучше всего пеленгас, на него просто излюбленный лакомство. О, а найдем сегодня этот коп червяка? Червя? Да. Да, сейчас можем у нас там есть. Отлично. Вот там, кстати, где мы монету искали, может, мало ли, вдруг еще монету найдем. А вот и транспорт, едущий по мосту. Да, машины ездят. Он крепкий, он хоть и старенький, но крепкий еще. Так, мост, конечно, классный, но мне-то интересно про море. Скажи мне, пожалуйста, почему Азовское море так любят бабушки и дети? Оно теплое, оно мелкое, самое мелкое море на планете. Что по полезности Азовского моря? Огромное количество йода, оно не просто в нем полезно купаться. Солнце, видишь, как греет, оно испаряет это все, и ты, пребывая на отдыхе в генической наврабатской стрелке, фактически находишься на постоянной ингаляции. Даже наш главный санитарный врач сказал, что вот этот коктейль из солнца и морской воды, он идеально подходит для укрепления иммунитета и убивает практически все вирусы, в том числе и тот. Расскажи мне про Сиваш. В чем его главная фишка? Главная фишка Сиваша, ну, наверное, это аккумулятор Азовского моря, вот так можно назвать. Благодаря такой мелкой глубине и большой площади оттуда очень хорошо испаряется вода, образуется вот этот концентрат солей минералов. Когда дует восток, юго-восток, он через два пролива тонкий промойно заходит в Сиваш, вода наполняет это все. Когда запад-северо-запад, это все, потом этот бульон, концентрат, он выходит обратно в море, и вот всю эту прибрежную зону, вплоть до середины Азовского моря, он полностью питает, аж до Керченского пролива, поддерживая всю эту соленость. Слушай, а ты рассказывал о том, что на самом деле укусы, вот ожоги медуз, это даже полезно? Это такая же история, как с пчелиными укусами. То есть пчелиные укусы в определенных местах, в определенных количествах, они полезны. Точно так же происходит и с ядом медузы, с этими стрекательными клетками, которые вызывают вот этот ожог. Они для чего их медуза используют? Для того, чтобы обездвижить рыбу. То есть это фактически транквилизатор такой. Поэтому если у человека боли в пояснице, этот яд в том месте может ему снять эту боль. Он ее не излечит, но он блокирует и фактически спасает. А что за севашский червяк просто интересно? Это любимое лакомство пеленгаса. Специально люди приезжают, вот этого червяка поют в лиманах и идут с берега спиннингом ловить рыбу. Вот такую. Попробуем червя найти? Попробуем. Паркуемся прямо в берег. Паркуемся прямо в берег. Очень аккуратно вылазим, потому что здесь очень скользко. Ооо, сколько ила. Да. Это как раз любимое место жительства этого червячка. Ого, так, чтобы вы понимали, друзья. Ну вот это вот, вот эти дырочки, это как раз то, где он, да, он здесь есть. Сейчас найдем. Ну вот эти все отверстия, это все как раз его обиталище. А вот и он, красавчик. Так, сейчас я сполосну. Вот такой красавец. Если присмотреться, у него такие как ножки по бокам. Точно. Вот он с помощью этих ножек в ил выгрызается. И он тем самым поддерживает как раз процесс вот этого гниения всего шея. Да, его называют гниловое море там или как по-разному его называют. Но вот он взрыхляет этот весь ил, туда попадает вода, кислород. И вот этот весь процесс, он из-за этого поддерживается. В Стрелковом, там где ловят пеленгаса, вот такую особь в среднем за 2-3 гривны продают штучку. То есть нормальный стартап можно образовать. 2-3 гривны штучка? Штучка. Берем лопаты, сито. Не понеслась. И погнали. Именно на него ловится тот пеленгас, которого мы видели на мосту. Только это маленький. А вот в Стрелковом, о чем я рассказывал, там уже на него клюют очень хорошие особи. Как мы удачненько припарковались. Будем солероз кушать. Чего? Попробуем. Морская спаржа, соликорния, солероз. Водянистое растение, произрастающее на солончаках, на почвах, насыщенных солью, йодом. Содержит огромное количество йода. Пробуем. Он слегка солонковатый. Приятно хрустит на зубах. Имеет классный вкус. Его используют как добавку в салаты, как гарнир к рыбным блюдам. На самом деле, очень вкусно. Легкий привкус морской воды. И очень-очень-очень сочная штучка. В салате реально будет очень прикольно. Друзья, а мы продолжаем путешествовать по Украине и открывать для вас неизвестные, но очень красивые места, где можно сделать шикарные фотографии для соцсетей. А ну-ка! Ну, красота же! Рубрика Инстаплейс от Киевстар. Про розовое озеро Херсонщины знают все. А вот про белое я еще не слышал. Этот солончак называется Зябловское озеро. Любители крутых селфи, берите на заметку. Но, друзья, будьте аккуратны. Тут довольно-таки сыро. И можно нормально провалиться. Путешествуйте! Делайте фотографии в Инстаплейсах от Киевстар, выкладывайте их в интернет и выигрывайте призы. Все подробности в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. Четыре джи тягне! Как оказалось, солончак – это только начало. И раз уж я зацепил тему озер на Арабатской стрелке, придется ее раскрывать. Все вы знаете про Мертвое море в Израиле, да? С огромным уровнем соли в воде. Мировая достопримечательность как-никак. А кто из вас знает, что на Азовском побережье есть вот такое вот соленое озеро, в котором уровень соли еще выше? Крутяк! Просто не тонешь. Если не брать во внимание отсутствие гор вокруг, ну прям вот все, как на Мертвом море. Народ лежит на воде. Мажется грязью. Ну и куда же без фото с газетой? А еще прикольно, что вход к озеру бесплатный. А вот душ уже стоит 5 гривен. В очередь стоит. Отличный бизнес-план. Не помывшись пресной водой, отсюда никто не уезжает. А еще здесь есть горячий источник. Небольшой, но лечебный. И, видимо, действительно лечит. Иначе я объяснить эти толпы народа никак не могу. Ну что, буду и я оздоравливаться? О! Вода почти обжигает. Вот она прям на грани. Так, чтобы быть очень горячей. Или как? Нет, она очень горячая. На грани того, чтобы быть прям перебор какая горячая. Как будто паришь все тело. Говорят, что здесь суперполезная вода. Правда? А чем? Все проходят боляки. Все болячки проходят? Мне это надо. Все пусть пройдет. А, то есть здесь вся таблица Менделеева. Организм уже сам себе выделяет, что нужно. Да. А вы не знаете, почему мальчикам до 14 лет запрещен? Потому что у них формируется половая система до 14 лет. Ага. И не стоит, да? И нельзя это делать. Ну, ты очень будь постреливала. Ой, класс. А еще очень прикольно, что горячий источник находится в 100 метрах от моря. Накупался там, замерз, пришел, погрелся. Но на этом процедуры не закончились. Что это за драгостность? Я сейчас буду проходить курс массажа душем Шарко. Струей воды. По сути, и вода лечебная, еще и массажная получается. Очень прикольно, что ты сам управляешь струйной. Это прям очень круто. Прям мимпесенсия выражения приятная с полезным. Потому что это очень приятно. И надеюсь, очень полезно. Поехали дальше. Что-то я увлекся процедурами. Так можно и на пенсию уйти незаметно. Срочно нужно что-то сотворить такое эдакое. Безопасность превыше всего. Преворозился для экстрима. Ну так, конечно, это стрёмненько. Может показаться, что буду летать на параплане. Или на парашюте за лодкой. Все гораздо интереснее. Наверное, готов. Уж сколько я всего перепробовал в своих путешествиях, но такого я еще не встречал. Чтобы на параплане за машиной тянули. Кайф. Супер! Супер-пупер! Вообще, это кажется экстремально только со стороны. Что взлет очень прям элементарный. Что посадка. Ну вот мы приземлились вот так. Оп. И все. Респект и уважуха. Приезжайте, попробуйте. Ведь это же прикольно. Ну и раз уж мы заговорили об озерах, розовое здесь тоже есть. Спросите, почему я не показал это озеро раньше, вместе с остальными? Да потому что приезжать сюда надо. Именно на закате. Тогда оттенок воды будет просто потрясающий. Сами посмотрите. А вот и моя любимая рубрика «Трас-кафе». Отдельная фишка «Трас-кафе» – это название. У нас уже были «Бабайка», «Кландайк», а вот сегодня «Парадайз». Меня только что поправили. Не «Парадайз», а «Парадиз» на французский манер. У вас такое большое меню, я растерялся. Может, вы что-то посоветуете? Что-то, может быть, азовское, местное? Пеленка запеченый. Давайте со шпинатом попробуем. И салатик какой-нибудь дайте мне еще, пожалуйста. А на первое. Давайте борщ. А, не, правильно, это же лето, вы правы. Давайте окрошку. О, крошка. Малышка-пушка. Ммм, красиво как. Ммм, очень вкусно. Фишка в том, что он очень-очень-очень мелко порезан. И вот этот вот салатик, который внутри плавает, ну, прям класс. А еще что я отметил? Есть дополнительная сметана, если хочешь его сделать более сметанным. Это прям интересно, круто. Хотя чего удивительного? Зимой главное блюдо – это борщ, летом окрошка. И туда, и туда подают сметану. Все логично. Если окрошка была просто мелко порезана и от этого была красивая, то вот просто посмотрите на эту красоту. Прям ресторанная подача. А мы его трасс-кафе называем. Трасс-ресторан. Давайте же попробуем, насколько оно потрясающе на вкус. Салат с угрем и апельсинами. Это звучит интересно. Очень-очень вкусно, правда. Мы не отбираем эти трасс-кафе. Вот есть кафе, заезжаем. Заехали, уже кушали и в суперкрасивых, и в обычных, и в невзрачных. Везде вкусно. О чем это говорит? О том, что украинцы – вкусная нация. И это хорошо. Пеленгас. Запеченный со шпинатом. Это очень и очень нежно. Говорю, это вкусно. Напоминаю, что в каждом кафе, где я кушаю, я оставляю для вас подвешенный обед. А это значит, что первый, кто придет сюда и скажет, где мой обед от дома лучше, покушает за мой счет. Приятного аппетита. Вот мы и добрались до главного курорта Азовского побережья. Ну что, привет, Бердянск. Давай знакомиться. Можно было, конечно, сразу пойти на пляж, но Бердянск – большой город. Тут должно быть что-то интересное, кроме моря. Я решил сначала прогуляться по улицам. Море никуда не убежит. И знаете, тут есть где погулять и на что посмотреть. Гуляя по Бердянску, я обратил внимание, что много работ Гамлета. А вы знаете, кто нарисовал? Нет. Не знаете? Нет. Нравится? Нравится очень. Если не знаете, кто это, ссылочка в описании. Посмотрите выпуск про Харьков. Там мы с ним очень хорошо пообщались. Оказалось, что местные активисты приглашали его украсить город. Ну, и я решил встретиться с этими активистами. Обсудить, так сказать. Тут и не поспоришь. В ногах мандривныка правда не. Пойдем знакомиться. Привет. Привет. Женя зовут. Ксюша. Да? Да. Класс. Скажи мне, пожалуйста, это о чем? Для чего? Зачем это городу? Как зачем? Вот к чему эта мазня? Это же Гамлет. Я знаю. А они, возможно, еще нет. Это для меня лично. Если стена какая-то, да, становится более красивой. Ну, не буду употреблять это слово, потому что Гамлет его не любит. Но все говорят, что красиво. И страшная, обшарпанная стена становится каким-то арт-объектом. Я считаю, что город становится чуточку культурнее. Чуточку в нем становится больше добра. Изюминка появляется, да, у города. Как написала одна моя знакомая, город наполняется смыслом. Класс. Ну, покажешь 8 арт-объектов? Конечно, естественно. Пройдемся? Легко. Пройдемся? Что вообще в Бердянске происходит? Как сам город? В принципе, происходит довольно много мероприятий, много классных. В основном все происходит летом, я скажу. Ну, понятно, это же курорт все-таки. Кстати, наша команда стремится к тому, чтобы и зимой здесь люди хотели приезжать, гулять. На самом деле зимой, осенью и весной здесь очень круто. Приходишь на пустую набережную, ты дышишь этим морским воздухом. Это просто невероятное ощущение. И тут такая вот, знаешь, зимой тут такая тишина и пустота. Ты можешь просто вот медитировать здесь. Вот люблю я по приезду с местными познакомиться. Сразу на город по-другому смотришь. Они тебе все расскажут и покажут такое, что сам бы никогда не нашел. Мыслення ми невагомый тягар. Блин, как я его вообще люблю. У него смысл есть. Что посмотреть в городе? В Бердянске? Да, в Бердянске. Туристу. Куда стоит пойти? Для начала нужно сходить на набережную. Посмотреть на «Покормить чаек». Там есть красивая беседка, которая на всех плакатах о Бердянске присутствует. Надо же там заселфи цепь. Обязательно. Кстати, в наших местных кафешках, в некоторых, есть локальная еда, где жарят бычка, жарят креветок местные. И наш пеленгас еще, да, рыбу нашу локальную готовят. Очень вкусно, между прочим. Вы там были сегодня, там есть тоже такие блюда. Но в монтаже это будет позже. Так что ждите. Аквапарк, зоопарк – это развлечение для детей. Ну, или для всей семьи тоже можно посетить. Ну, один-два дня тоже занять. Это очень, ну, так, провести время. Из необычного, возле Бердянска, под Бердянском, есть Астрахата, где можно посмотреть на звезды. Астрахата? Астрахата, да. Помедитировать. Слушай, а еще очень многие говорят, что в Бердянск нужно приезжать с детьми. Что это прям вот идеальное место для отдыха с детьми. Правда это? Думаю, да. В Бердянске мелкое море. И для детей это самое то. В Бердянске есть очень много детских развлечений. Там много всяких каруселей, квестов, каких-то вот очень-очень много таких штук есть. Я считаю, что да, для детей, ну, семейный отдых, Бердянск очень подходит для этого. Проверим. Есть мыслишка. Это куда мы пришли? Это немецкая католическая кирха, построенная в начале 20 века. Боже, я даже и не думал, что в Бердянске есть исторические здания. Да. Это здесь были поселения, немецкие поселения. И вот здесь они построили для себя такое место. Красиво. Друзья, хочу сакцентировать ваше внимание. Чудеса повсюду. Ну вот присмотритесь. Цветы проросли прямо из асфальта. Ну это же прикольно. Класс. Пока гулял, обратил внимание на еще одну фишку Бердянска. Вот такие небольшие статуи. Тут есть памятник дачникам. Памятник зависти. Памятник рыбаку. Сантехнику и еще много всяких. Классно придумали. Но главный памятник, конечно же, кормильцу города. Бычку. Он так и называется. Бычку-кормильцу. Смешной. Для того, чтобы понять, почему же бычок кормилец, я обратился к шеф-повару одного известного гастропаба. Не будем называть название, чтобы было не рекламной. Здравствуй. Добрый день. Вкусно выглядит. Очень. Я так понимаю, немножко вам объясню. Мы заранее договорились и попросили сделать несколько блюд из бычка. Я себе думал, будет сушеный, вяленый и консервированный. Ну вот это тоже бычок? Да, конечно. Это мартовский бычок, жареный. Это филе бычка в панировке, также филе бычка в томатном соусе. Используем филе бычка для салата, для горячих закусок. Все очень вкусно. Бычок-кормилец. Бычок-кормилец, да? Что значит мартовский бычок? Почему он такой большой? В марте ловится. Есть какое-то отличие вот бычка от другой рыбы? У бычка очень нежное мясо, мало костей. Огромный плюс рядом море. Бычок всегда свежий, не мороженый. Поэтому, я думаю, как локальная рыба, она номер один. Хватит болтать, давайте пробовать, слюна течет. Этот бычок весь поштучно ловлены рыбаки на удочке. То есть, я даже не знаю, массово он ловится или нет. Поэтому только там поштучно. Килограмм получается, но там 4 штуки. 4 штуки 200 гривен. Ну, а поэтому в этом году с бычком. Я думал, бычок это как бы дешево и сердит, а оказывается, это на самом деле не так уж и дешево. Хм, интересно. Расскажи, как это все делается, с чего стоит начать? Думаю, с закуски это бычок в томатном соусе, с овощи, томатный соус и филе бычка. Все очень красиво выглядит. Ммм, нежняк. Действительно, большой кусок мяса, ну вот, рыбы, ни одной косточки. Да, все гениальное простое, но как... А это вот все местные рецепты, да? Или это... В принципе, это местные рецепты с небольшим апгрейдом. Добавить там немножко какой-то пряности, как-то где-то чего-то, чем-то заменить. То есть, национальный рецепт, в который добавили чуть-чуть лакшери, да, высокой кухни. Вот это вот очень впечатляющий размер. Ммм, без костей, без ничего. Оно даже больше похоже на пюрешечку какую-то, чем на рыбу. Такое прям нежное. Бычок с креветкой и суфле с пармезаном. Прям высокая кухня. Не, ну правда. Ну, стараемся. На самом деле, вот, существует такое отношение к бычку, что это какая-то вот еда бычки и пива, или там бычки в томатном соусе, ничего сверхъестественного. А когда вот приходит бычок вот с такой подачей, с креветкой, другое отношение к этой рыбе сразу же. Ну, в принципе, да. Ох, ох, какое оно мягкое вообще. Вообще ни на что не похоже. Прям даже тяжело описать. Вот это вот суфле нежнейшее. Нет, это надо пробовать. Ну, это надо пробовать. Скажи мне, Ром, а вот вообще блюда из бычка, они где-то еще водятся в таком количестве, как у нас вот здесь на Азовском море? Где-то в мире еще есть такая фишка? Это фишка бердянская, фишка Азовского моря. Кстати, у бычка все меньше и меньше, поэтому нужно ценить, пока есть. В этом году стало море намного сольнее. Поэтому как бы меняется. Больше стало камбала. Камбала ест малек, бочка, насколько я знаю. Поэтому как бы бочка меньше и меньше. Мотайте на ус, можете опоздать. А до Бердянска тут из любой точки Украины. Раз, и вы здесь. А я вот не опознаю. Красиво. Вот реально, четвертое блюдо, четвертый вкус. Это круто. Это очень необычно и интересно. И опять по вкусу непередаваемо, друзья, извините. Тоненький кусочек рыбки, легкая панировочка, которая вот хрустит, но не царапает тебе небо, язык. И прям такими слайсами очень, очень хорошо. Ням-ням-ням. Ну и остался салат. Здесь мы используем филе бычка собственного копчения, поэтому я тоже думаю будет интересный вкус, необычный. Пробуйте. Пробуем. Что-то бери вкусно. Мм-м. Вроде бы классические ингредиенты. Обычный салат с картошкой? Да. Ага, необычные ингредиенты. Я понял. И копченый бычок. Отличный лайфхак для тех, кто любит картошку, но хочет стараться зожником и заказывать себе салатик. Вроде как легкий салат, но с рыбой, с картошкой и овощами. Есть туристы, которые приезжают, и вот дайте нам бычка местного вкусного вашего приготовления. Да, очень много гостей, которые просят именно локальную какую-то рыбу, особенно в частности этот бычок. Мы четвертый год работаем, и есть гости, которые приезжают уже там четвертая лета к нам, ну это круто. Стараемся не разочаровать, стараемся сделать так, чтобы они приехали в следующем году. Поэтому приезжайте, не разочаруйтесь. Это правда. Все говорят, что просто идеально в Беридянске отдыхать с детьми. Проверим. Встречайте! Синельников Алексей! Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Всем привет! Впервые на экране Алексей Синельников. Будущая звезда Ютуба. Обладает острым умом и природным обаянием. Интересно, в кого это он такой? Прошу любить и жаловать. Тест-драйв в Бердянске с детьми начинается. Да, Азовское море идеальное для детей. Но кроме моря, в Бердянске еще есть море других развлечений. Всех их за один день и не перепробуешь. Но мы постараемся успеть по максимуму. Ну что, поехали? Так, любовь моя, встречай, веревочный парк. Попробуем? Я люблю море. Ребята, рекомендую веревочный парк. Это очень интересно. О, парк, добра парка. жаловат. Не уставляйте детей без присматривания. Я присматриваю за тобой, присматриваю. не африкан сушьи. Ой, как мне подходят две ламы. Две ламы подходят? Да. Они, наверное, ждут, что мы их сейчас покормим. Слушайте, хороший корм для животных. Персики, абрикосы, сливы, помидоры. я сам бы такой ел. Привет. Привет. Но они даже не откусят тебе руку. Не откусит. У нас думает, что это ебан. он очищает свои крылья от всякой пыли. Вот на лове вот этот у них вот такой вот мешочек. Сюда рыба складывается, а дети потом оттуда едят. Красава! Другой! Дву-дву-дву-дву-горбый! Я не умею читать по-русскому, поэтому не судите меня. Как называется? Мополон! Муфлон! Муфлон! Ух, огромные! Вот такие! Вот так! Вот так! На идите, на неделю хватит! Болтал купить кукол-кукол. Еще только скажи, Сережа пусть не снимает, как я приют за химик. Ничего, ничего, я твою тайну не выдал. Зоопарк классный, есть фестера, там все есть. Ну, а там зоопарк в звере интересная будет? Очень! В общем, нам понравилось приезжать. 10 звезд из 10 звезд. Ну, показываю. Прекрасно. Поехали дальше. пра-чу-е-мо-що-дня. По-моему, они женаты. Женатые? И за всю рыбку, за всю рыбку им. А не только на рыбу, их нужно заправлять рыбой. Тогда они работают, да? Уже сначала все в шоу не пришло, но мне прямо сейчас уже нравится. Прямо сейчас уже нравится? Да. Самое начало уже нравится? Да. Класс. Как показывает практика, нравится не только детям, но и бабушкам. Марта, Тон, Ишина. Я не хочу быть сухим. Что, не хочешь? Я не хочу быть сухим. Вот что от тебя обрызгали? Да. Ну бывает, все понравилось, но мы остались сухими, а это… Тихо. 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 Лешка, классно? Очень. Кайфуешь? Да. Счастливый ребенок для отца, но это же самое кайфовое. Уху. Тихо. 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 Счастливый ребенок для отца. Тихо. Тихо. Ну как оно, поплавать с дельфинами, сын? Это прекрасно. Круто. Ты хотел намокнуть? Да. Ну вот ты и намок. Ты подружился с ним? Да. Вот теперь, наверняка, намного круче, чем на Тенерифе, Да? Нам много! Спасибо большое! Дети, берите своих родителей и идите в этот дельфинарик. Впечатление просто бомба! Живая природа лучше, чем простой компьютер, простая железка, можно сказать. Еще раз вам напоминаю, устами младенца глаголит истина. Ну а на сладкое, так сказать, мы оставили закат с высоты колеса обозрения. Все видно? Все видно? Все слышно? Кстати, зачем нам столько шла? Слушайте, не при ребенке будет сказано, но здесь огромное количество развлечений. Можно кататься на разных аттракционах вообще весь день. Ой, комната страха, смотри, и разные аттракционы. Короче, можно обанкротиться здесь, просто на этой набережной с ребенком можно обанкротиться. Помнишь, мы с тобой в Харькове, в парке Шевченко катались на колесе обозрения, помнишь? Да. Мне кажется, здесь даже выше колесо. Выше однозначно. Выше однозначно. Давай будем смотреть вот сюда. Вон, смотри, вон корабли плавают, вон на машинках катаются, а вон экстремальное развлечение, смотри. И везде ходят люди, отдыхают. Мы с тобой на настоящем морском курорте украинском. Мне кажется, кстати, извините, если я кого-то обижу, но мне кажется, все-таки Бердянск – это самый крутой курорт на Азовском море. Никого не хочу обидеть, но здесь есть большой город, здесь есть красивая набережная, здесь шикарная тусовка, здесь вкусные рестораны, здесь есть своя коса, где огромное количество пансионатов и разных гостиниц. Здесь есть чем заняться с ребенком? Есть? Есть! Вот мне на нем узник. Короче, Бердянск, красава, респект. Не устаю поражаться, как много в Украине мест, которые стоит посетить. Конечно же, они просто не умещаются в один выпуск. Поэтому, если вы знаете клевые и интересные места по нашему маршруту, а мы их не показали, напишите в комментариях. Буду благодарен. Помните, Ксюша говорила про какую-то Астрахату? Я запомнил и решил проверить, что же это за место такое. Друзья, сейчас будет интересно. Спросите, откуда я знаю. Да с первого взгляда видно, что скучно тут не будет. Расскажите, что тут у вас, куда мы приехали? Это как бы посерло городского типа село. И мы здесь организовали Астрахату. Посмотрите, какой закат. Это, кстати, только на Астрахате такое бывает. Мы специально вот там сделали стол, на котором можно пить вино и наблюдать закат. Почти как в Индии, но не так. Почему называется Астрахата? Потому что это уникальное название. В гугле не билось, вообще не было реально. Ну и плюс это хата реально. А астра, потому что мы астротуристы. Ну а пока темнеет, я устроюсь на ночлег. Смотри, Женя, это твой сегодняшний типи, североамериканское жилище. Типи? Типи. Не вигвам? Не вигвам. Типи – это простое жилье на индейском. Ага. Да. И вот здесь они как бы очень просто, но со вкусом жили. Ох! В непосредственном контакте с природой. Ох! Ну, удобно. Мягенько. Хорошая подушка. Леха, извини, да-да-да, слушаю. Не хватает скво, но… Всему свое время. Да, возможно, ночью. Да. Ну, я так понимаю, что на скво не будет времени. Сегодня ночью у нас есть чем заняться. Мы будем наблюдать звезды, туманные объекты, диффузные туманности, скопления и галактики. Вперед, друзья! Ворвемся! Но нужно подождать, пока стемнеет. Да, да. Ну что, вот и настало время для настоящей магии звезд. А можно так сказать? Да, это супер. Сегодня мы видим звезды в этот огромный, я бы сказал, любительский телескоп. Это достаточно мощный аппарат для наблюдения дип-скай объектов, далеких туманных объектов космоса. То есть дип-скай – это прям… Это глубокий… Это глубокий космос. Да, даже вот планеты для него – это очень ярко. Похожая система на телескопе Хаббл, космическом телескопе. Скажи мне, почему именно здесь Астрахата появилась? Потому что здесь минимальная засветка и максимально хорошие астроклиматы. Это одно из самых лучших мест в Украине для наблюдения звездного неба. Вот сама Астрахата, концепт Астрахаты, как он родился? Мы хотели это сделать, такую местечковую дачу с интересными людьми. Вот. И вот у нас с тусовкой астрономической, которая исчезла, когда отвалился Крым. И из-за этого, ну что, тут реально тут собираются самые интересные люди. Ездовые академики даже встречаются. Так что… К нам вот приезжали часто и профессора, и доктора наук. И мы здесь продуцируем и развиваем теорию симуляции Вселенной. Так что у кого интересна эта тема, приезжайте. То есть сама Астрахата – это как бы туристическая… Это рай для едонистов-профессоров. А турист? Мы любим обычных туристов. Мы не смеемся над ними, мы их любим. Хотели бы, чтобы они к нам приезжали, да. Да. Но немного. Вот больше 15 человек мы не можем, ребята. Вот там 5 профессоров и 10 туристов, да, мы можем. Ну это максимум, извините. И потом вот этими 10 человеком они как бы становятся профессорами, мы их как бы заражаем этой идеей, и они тоже делают там где-то свои Астрахата. Мы хотим, чтобы Астрахата распространилась на весь мир. Слушай, ну я вообще не специалист в этом деле, поэтому мне нужен хотя бы минимальный ликбез. Что такое сверхновая туманность, звезда, не звезда. Одна из форм существования материи во Вселенной. То есть когда-то там, якобы, если предположить, что все-таки был большой взрыв, начала гравитационно взаимодействовать материя. И вот есть такое, как бы, одно из взаимодействий – это галактика. Есть шаровые скопления, шаровидные. Это когда материя в шар, то есть звезды в виде шара образовались. Есть там еще другие, есть диффузные туманности. Ну, в основном вот есть только два вида. Это вот шаровидные скопления и галактики. И в них живут, скажем так, ну, живут все живые существа во Вселенной. Я думаю, что их великое множество, мы просто об этом плохо понимаем, скажем так. Ну, или нам трудно это проверить, практически невозможно, к сожалению. Но я вообще считаю, что путь человечества – это не космические корабли. Это вот мы нажимаем кнопку, и мы там на Альфа-Центабре. Мы нажимаем кнопку, и мы там в галактике Андромеда. То есть вот такой наш путь мгновенного перемещения. Потому что человек, который прилетел и улетел, он, ну, как сказать, он когда вернется назад, здесь уже, возможно, не будет планета Земля. Да, вот в чем смысл. То есть наша цель – это кнопка. На самом деле мы для того, чтобы вы хоть что-то увидели, поставили там свет, там свет. А сейчас мы все выключим и будем наслаждаться. Правильно понимаю? Ну, да. Так давай займемся. Давай. Да. Самое интересное. Боже, он такой большой. И это любительский, да? Это любительский, да. Ну, это для любителей качков, скажем так. Да, для любителей профессионалов. Да, любителей профессионалов. Все. Гасим свет и к звездам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Астрахата, конечно, впечатлила. Но пора вернуться к морю. Нас ждут курорты Донецкой области. И первый на очереди – Урзуф. Ну, наслыши! Урзуф, я слышу! А почему это вы не верите, что Орел и Решка может приехать в Урзуф? Почему и нет? Не знаем же, как у нас здесь, что интересного, что прикольного. Мы давно здесь не были, но прямо удивлены, что очень хорошо здесь делали. Парк отдыха, построенный открыт 20 октября 2012 года на средство Ромады. Вам, наверное, тоже интересно, почему название Урзуф так похоже на крымский Гурзуф. Дело в том, что Урзуф основали греки, которые переселились сюда из Крыма. Поэтому неудивительно, что тут повсюду греческие мотивы. А для любителей соцсориализма здесь есть вот такая вот мозаика с греческим акцентом. Но главный сюрприз ждал меня на пляже. Ничего себе! Вы только посмотрите на эту толпу! Мы проехали уже все морское побережье, но столько народа я нигде не видел. Здрасте, а это у вас кукуруза, да? Да. А почем? Да. А дайте мне одну, пожалуйста. Откуда столько людей на пляже? Я не знаю, это вот сегодня наплыв такой. Это сегодня наплыв такой, да? Это нам повезло. Да. Яблоко нигде упасть. Не то, что кукурузе. Это прям подобство. Ребят, вот мы проехали все Черное море и большую часть Азовского. Но так, чтобы мест не было, это круто. Едем дальше. Следующий курорт с крымским названием. 15 минут езды от Урзуфа, город Ялта. И никого. Вообще. Если вы мизантроп и не любите толпу, вам сюда. Но и кукурузы здесь тоже не будет. Учтите. А что, людей нет вообще, да? А нет вообще. Следующий город на побережье Азовского моря – это Мариуполь. Но мы решили в него не заезжать. Спокойствие, тише, тише, тише. Просто Мариуполь – очень большой город. И не хотелось бы о нем рассказывать просто с точки зрения курорта. Поэтому ждите отдельный выпуск. Ну а пока, друзья, хочу вам сказать, Украина – курортная страна. Мне понадобилось две недели и тысяча километров, чтобы проехать морское побережье. И я вам хочу сказать, у нас огромный курортный потенциал. Огромное количество красивых пляжей, интересных мест. Отдыха на любой вкус и кошелек. А если не верите, приезжайте и убедитесь в этом сами. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательна, мы сами должны путешествовать по Украине. Увидимся на новых маршрутах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова